17-й Павловский сезон и в 17-й год и в год столетия революции. Другой темы у фестиваля и быть не могло, но революция в моде для каждого модельера – это что-то особенное. Советский модерн и конструктивизм рядом с утонченными дамами Серебряного века. Тема революции настолько широкая, что вдохновению и фантазии модельеров не было предела. Вдохновением для данной моей коллекции не подслужила революция в общепринятом, скажем так, плане. Все костюмы в какой-то мере направляют умы молодых людей в сторону проблем экологии, чтобы они могли их решать. Ежегодно на протяжении 17 лет участники Павловских сезонов всегда тонко улавливают современные тенденции моды, приправляя их нотами заявленной темы. Я в восторге, я считаю, что я выбираю самые актуальные темы. Я даже несколько сожалею, что на правительственном уровне революция никак не отвечается в столетском своем юбилее, а на фестивале мы имеем право, мы творческие люди. 47 модельеров демонстрировали свои коллекции на полуфинальных показах, а на главную сцену вышли модели 25 дизайнеров. Каждый из них имеет возможность создать свой бренд. Нам есть, чьими именами гордиться. У нас есть эти звездочки, которые стали уже дизайнерами настоящими, открыли свои бренды, что-то уже производят небольшими тиражами и продают. И это очень здорово, потому что это действительно стартап для дизайнеров. Гран-при фестиваля увезла труппа Самарского театра «Пластилиновый дождь». Еще одним лауреатом из Самары стала Любовь Егорова с коллекцией «Авангард. Революция в искусстве» в номинации «Костюм. Художественная реальность». Коллекция Светланы Абашиной стала лучшей в номинации «Костюм. Реальность». А приз за лучший театральный костюм уехал в Подольск к Валентине Павловой и Светлане Аспищевой. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.